Невиник обыкновенный, посадка и уход в открытом грунте. Невиник обыкновенный, люкантемам волгар, на латыни, часто называют поповником или луговой ромашкой. Растение встречается как на приусадебных участках, так и в составе композиции ландшафтного дизайна. Отсутствие проблем в выращивании позволило культуре занять достойную нишу среди домашних цветов. Невиник обыкновенный или люкантемам, люкантемам волгар. Растение является представителем травянистых многолетников, входящих в семейство астровые. В нем зарегистрировано около 33 тысяч видов, которые распространены по всей планете. Культура предпочитает расти на солнечных лугах, лесных полянах, полях и пологих склонах. В местах с постоянной затененностью оно не приживается. Невиник. Происхождение и внешний вид растения невиник. Культура вырастает до 80 сантиметров в высоту, корневая система представлена стержнем. С неплохо развитыми боковыми отростками. Стебли крепкие и прямые, на каждом располагается цветочная корзинка, в поперечнике от 7 до 10 сантиметров. Внешний вид листвы зависит от сорта и может быть в виде прикорневых листков с горочатыми краями или удлиненных стеблевых, с зубчатой каймой. Цилиндрическая семянка, плоды, вызревает к сентябрю или октябрю, сразу же после окончания сезона цветения. Важно, невиник или лиукантемом можно встретить на европейских и азиатских территориях, в Австралии, Северной Америке, Новой Зеландии. В России культура распространена в Европейском, Сибирском, Крымском и Кавказском регионе. Описание цветка растения невиник. Цветы невиника украшают приусадебные участки на протяжении двух месяцев. Они собраны в цветочную корзинку, с диаметром до 6 сантиметров. В середине расположены трубчатые, с желтым окрасом, по краям, язычковые, с белым оттенком. Луговая ромашка в природе. Другие виды невиников. Кроме обыкновенного вида существует еще несколько разновидностей. Невиник наибольший, с большим количеством побегов в 50-100 сантиметрах. Укороченным корневищем и большими корзинками до 12 сантиметров в диаметре. Крупноцветковые соцветия внешне напоминают хризантему. Великолепный невиник относится к сложным гибридам, полученным при скрещивании разных подвидов растения. Габаритная и высокая культура обладает большими белоснежными соцветиями с золотистой центральной частью. К его известным разновидностям относят Викториан Секрет с морозоустойчивостью до минус 34 градуса, и Реал Нит, высотой до 45 сантиметров. Важно! Отдельное место занимает невиник Крейзи Дейзи, его необычный вид привлекает внимание как новичков, так и опытных садоводов. Неопытные цветоводы изначально принимают культуру за другие виды сложноцветных. Викториан Секрет. Ромашка махровая Крейзи Дейзи. Цветки объемного растения напоминают астру. Рассеченные лепестки выглядят взлохмаченными, сочетание темно-зеленых листьев и белоснежных соцветий достаточно эффектно. Ромашку Крейзи Дейзи часто используют для букетов или ландшафтного дизайна. Сорта невиника обыкновеннего. У гибридных разновидностей многолетнего невиника разные размеры, объем и окрас соцветий. Мэй Куин. Отличается невысоким ростом, не превышающим 50 сантиметров. Листва декоративного типа, с темно-зеленым оттенком, блестящие листовые пластины создают плотные розетки. Цветки белоснежного окраса. Максима Кенник. Вырастает до одного метра, соцветия большого размера, до 12 сантиметров в поперечнике. Язычковые цветки расположены в два ряда, в центре трубчатые темно-желтого тона. Цветение длительное и обильное, на протяжении полутора месяцев. Важно, изящной противоположность подвида является Литл Принцесс, которую используют для декорации бордюров, небольших клумб. В описании указано, что ее максимальная высота, 15-20 сантиметров. Сен-Сауси. Кусты достигают одного метра в высоту. Невиник махровый с белоснежными корзинками, расположенными в шести рядов. Бутоны формируются с середины лета и держатся до конца августа. Серебряные ложки. Высокорослые кустики превышают 1,2 метра. К особенностям подвида относят необычную форму лепестков, неполное раскрытие, по вешнему виду напоминающая ложку. Основной цветок желтый, с легкой зеленью по краям. Важно, серебряные ложки являются новой, но активно используемой разновидностью, предназначенной для создания ландшафтного дизайна. Махровый невиник. Новые сорта невиника поповника. У отдельных подвидов культуры необычные соцветия, удивляющие своей красотой. Главное отличие от классического вида, окрас лепестков и их количество. Растения входят в подгруппу с махровыми и полумахровыми соцветиями. Невиник галтфинч. Необычный и декоративный подвид. У невиника галтфинч желтоватые лепестки, к паре увядания меняющие основной оттенок на кремовый. Компактные кусты дорастают до 70 сантиметров. Цветение продолжается с первого месяца лета по последней. Важно, ошибочно его называют ромашкой галтфинч. Невиник кингс краун. Цветки этого подвида не похожи на ромашки, лепестки располагаются в несколько рядов, их размер уменьшается постепенно. От внешнего края к сердцевине. У невиника кингс краун бутоны окрашены неравномерно, мелкие лепестки светло-желтые, по краю – белоснежные. Невиник аглая. Махровые цветки с узкими лепестками густо расположены около небольшого по размерам желтого центра. У невиника аглая цветение продолжается весь летний период, а в теплых областях до начала октября. Важно! Невиник аляска – интересный подвид культуры, характеризуется крупными соцветиями, до 10 сантиметров в диаметре. Рослые кусты спокойно переносят низкие температуры, не требуют особенных условий. Аляска. Посадка невиника в открытый грунт. Ромашку невиник под открытое небо высаживают в последнюю неделю мая. За месяц до посадочных работ проводят закаливание рассады, выносят растения на воздух, постепенно увеличивая время пребывания в прохладных условиях. Для высадки молодняка подготавливают лунки, обильно увлажняют грунт и размещают в каждой по одной единице. После окончания процедуры повторно поливают. Важно! Мульчирование проводят сразу же, это позволит снизить скорость испарения влаги из почвы. Выращивание невиника из семян. Сеют семенной материал в последнюю неделю февраля или первую марта. При правильно проведенных работах первое цветение можно будет наблюдать в этом же сезоне. Пошаговая схема посадочных работ подразумевает выполнение следующих действий. В плоскую емкость выкладывают дренаж, керамзит или битый кирпич. Сверху засыпают питательную смесь, до края ящика должно остаться расстояние толщиной в палец. Землю поливают теплой водой. Семена равномерно распределяют по всей поверхности. Сверху их засыпают почвой, толщина слоя не должна превышать 10 мм. Посадки не нуждаются в создании парникового эффекта, молодые ростки проклюнутся самостоятельно при соблюдении температурного режима в 20-21 градус. После появления ростков температуру снижают на пару градусов. Важно! Через месяц проводят подкормку из слабого раствора коровика. Когда саженцам исполнится полтора месяца, их можно рассадить в отдельные горшки. Через 4-5 суток делают вторую подкормку, при помощи органических или минеральных удобрений. Семена. Когда сажать на рассаду? Невинник при выращивании из семян, когда нужно сажать на рассаду. Точное время зависит от климатических особенностей региона. В холодных областях посадочными мероприятиями занимаются на 2-3 недели позже, чем в теплых. Семена для посадки невинника. При подборе семенного материала цветоводы советуют обращать пристальное внимание на маркировку и вид растений. Предпочтение должно отдаваться проверенным компаниям, известным на рынке. Сортовые разновидности невинника вырастить из самостоятельно собранных семян не получится, выросшие культуры утратят большую часть. Родительских качеств или вместо полумахровых цветков дадут обыкновенное. Важно! Через каждые 3-4 года лучше покупать новую рассаду и омолаживать цветник, а не разочаровываться от растений, выращенных из собственноручно собранных семян. Выбор оптимального места для невинника. При желании вырастить культуру необходимо придерживаться следующих правил. Растение отдает. Предпочтение плодородным почвам с низкой кислотностью, достаточным увлажнением и отличным дренажем. Цветки положительно реагируют на органические удобрения, которые вносятся перед высадкой саженцев из расчета 15 кг на 1 квадратный метр. Во время цветения растение подкармливают. Компостом или костяной мукой. Оно нуждается в ярком солнечном свете, при высадке на затемненные участки может погибнуть. Важно! Если в летний период стоит длительная засуха, то поповник необходимо хорошо поливать. Процедура проводится только в вечернее время. Невинник в ландшафте. Уход за невинником. Ухаживать за культурой несложно, процесс не требует специальных знаний или использования редких удобрений, соблюдения режимов. Для растения достаточно стандартных мероприятий, входящих в формулу ухода за цветами, высаженными на улицу. В список входят, поливы, поповник спокойно переживет непродолжительную по времени засуху. Увлажнение почвы проводится по мере ее высыхания, на каждый ем-2 требуется 10 литров жидкости. Частота поливов не должна превышать два раз в месяц. Подкормка, если почва была правильно подготовлена во время высадки молодняка, то первое удобрение вносится через 3-4 года. Используют минеральные или органические растворы, за сутки до их внесения растения обильно поливают. Прополка, производится через 24 часа после увлажнения земли. Одновременно удаляют все проросшие сорные травы, мульчируют почву вокруг саженцев. Культура редко подвергается атакам насекомых-вредителей или болезней. При правильном ухаживании проблема встречается в исключительных случаях. Важно, главным врагом растений считают тлю. Его нельзя высаживать около плодовых деревьев, в качестве профилактики проводят опрыскивание кустов инсектицеидными растворами. Выполнение основных пунктов рекомендаций позволит получить активно растущий и пышно цветущий сад. После опадения бутонов стебли укорачивают, растения не теряют своего декоративного внешнего вида до конца теплого сезона. Неприхотливые экземпляры можно встретить на любом приусадебном участке. Новые разновидности более пригодны для создания цветников и ландшафтного дизайна из-за формы и окраски соцветий, размеров кустов и длины побегов. Вырастить не винить просто, он подходит даже для новичков в цветоводстве. Субтитры создавал DimaTorzok